Беларусь-4 На нынешних зимних играх Беларусь будет представлена 32-мя спортсменами в шести видах спорта, чьи страны будут защищать и выходцы из нашего региона. Это упомянутая выше фристайлистка Алла Цупер и биатлонистка Надежда Писарева. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» одержала очередную победу в чемпионате Беларуси. Гомельчанки на домашней площадке уверенно обыграли Бобруйскую березину 41-17. Самыми результативными в этом матче в составе хозяек стали сестры Елена и Мария Акбаба. На их счету 10,7 заброшенных мячей соответственно. В субботу команде Томожа Чаттера предстоит противостояние с главным соперником за чемпионство – столичным Бенда Убилас. Игра состоится в Минске. В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. В этих матчах «Гомелю» удалось набрать только одно очко. Во втором круге команды сыграли в ничью. В первом гомельчанке уступили. Калинковича смело можно назвать бильярдной столицей Гомельской области. Местная академия этого вида спорта начинает воспитывать чемпионов уже с малых лет. Бильярд – это не просто игра, это образ жизни. Этому виду спорта все возрасты покорны. Никите Петрушенко всего 11, как и все дети. Он любит сладости, но особенно сладость победы. На многих соревнованиях он уже не раз занимал призовые места. Трудолюбие и регулярные тренировки вознаграждаются победами. Мой брат занимался бильярдом. Меня это тоже чуть-чуть увлекло. Я в первые дни пришел, смотрел. Ну и меня это очень заинтересовало. Мне мой тренер сказал чуть-чуть подождать, посмотреть, научиться. Ну я и вовсе подождал и достиг успехов. Калинковичи хорошо известны в бильярдных кругах, причем не только в масштабах республики. Кубок славянских государств, который проводится ежегодно, стал визитной карточкой города. На соревнования съезжаются именитые спортсмены. В прошлый год мы играли в сборной Белоруссии против сборной Украины. Приезжала сильнейшая сборная Украины и мы одержали победу. И играли и юношеская сборная Украины, и взрослая сборная. Первый год мы проводили только взрослых, а сейчас мы проводим и детей, и взрослых. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.